пути мы уже больше двух часов скоро приедем с макс со мной плыть не стал потому что типа опасно и все такое я хотел застал да еще чуть-чуть и будет в принципе то что я хочу целая тарелка кайфа кстати тунец с рисовой лапшой довольно неплохое сочетание можно брать на вооружение а вот тут такие пацаны до жизнерадостные в общем так и проходит мои тренировки по скейтбордингу всем привет а мы снова едем на снорклинг только теперь уже в новое место ехать до него целых три часа чисто чисто звезда устала я короче вчера захожу на youtube специально свои подписки посмотреть но девушка андреев в андреев не знаете это друг короче жорика она у нее тоже начала youtube снимать но вслед за мной в казахстане вот у нее сначала тоже просмотры попёрли все дела ну прям очень хорошо там не 15000 видос набрал и в итоге у нее сейчас в логе тоже набирают там по 500 наверное по 600 по 300 просмотров то есть такая фигуре во первых локация меняется мне кажется во вторых у неё тоже название казахстан перестала фигурировать и что я счет хотел сказать а я вообще это все к чему рассказываю она начала видосы снимать вы начали видосы снимать мне еще один чувак написал в отцапе типа как там превью сидел туда-сюда кирилл здорово я так пол ты тоже начал до видосы снимает то есть даже я говорю если у меня ничего не выйдет может быть мне вселенная вот этот вот вариант подала чтобы другие люди там стали успешными блогерами давай тип свою первую жизнь превью ну да ну к первому видосу я наверно во вторник буду запускать канал короче смотрите макс покажет первую свою жизнь превью давайте посмотрим что у него получилась вот такая для первой превьюхи ведь скажу хренитель ну ты мои первые превьюхи видим чем снимаются обычные туристы на байле начало пути блогера первый видос но она красочная прикольно это в каком приложении делал не первое круче мне тот текст не нравится 1 в этот фотошоп адоб фотошоп до бесплатную версию ну я естественно долго разбирался наверно пару часов я на это убил вот а потом ну как-то посмотрел как чувак делает посмотрел превьюхи других блогеров и вообще изи там только разобраться как вырезать себя до одной кнопкой до одной кнопкой это делается немножко там под правил блики какие-нибудь добавляешь да там добавляешь тень потом пишешь текст и все вообще отлично вот это пацаны предлагают 500 рублей короче мне пишет влечку нет делала еще 10 минут я могу тебе блядь за 200 рублей клипать 10 минут надо как бы заморочиться чтобы это выглядело красивое чтобы кликабельный текст был то есть там технически ничего сложного да главное придумать название такая заманчивая короче надеюсь вам будет интересно как мы еще опять будем с рыбами со всякими плавать да надо не надеяться да мне вообще все равно я видел фитбэк вы типа вам понравилось напишите комментарии какие вы еще хотите приключения не пишут знаешь чё не интересно смотреть она на другой спот понятно не интересно смотреть мне многие пишут начни встречаться с какой-нибудь девушкой и нам типа будет интересно смотреть за развитием отношений это такое ощущение что это знаешь как работает ветку а мне нужна девушка о я буду мутить это не она такая да это же антон с youtube и мечтал всю жизнь встретиться начать встречаться и снимать все это на ютуб но мне кажется у меня где мы стояли на пирсе где ты про армейку говоришь у меня там блядь на пол влога короче твоего разговора надо было самый сок оставить потому что я постарался но все равно много много осталось это не органический трафик получается и он вообще ничего не даст вообще там ютуб просто даже не поймет потом кому их рекламировать показывать из того что тебя будут смотреть люди у которых вообще разные интересы говорят наоборот и тебя нужно чтоб канал настоялся чтобы youtube сам понял кому твои видосы рекомендовать это больше туда нагонять трафик людей у которых разные интересы и тут просто не поймет вообще кому интересны твои видео там один твой друг про автомобили смотрит контент другой смотрит асмр 3 смотрят про спорт ты вообще снимаешь про путешествие так может он так быстрее наоборот поймет нет его просто запутываешь ну я смотрел такие рекомендации . канал должен настояться и youtube должен сам понять кому твои видосы показывают да это вообще разная какая я смотрю и политику и машины и путешествия и там что-то рукодельное да и просто типа развлекательные вот тебе будут показывать политику путешествия те же не показывают рекомендации стихи моего сочинения или там не знаю древнерусской истории тебе такие рекомендации не выскакивают не выскакивают тебе по твоим там пяти интересам и выскакивают видосы а если тебе начать рекомендовать смотреть как разобрать движок на вас 2106 ты его не включишь и youtube подумает так я ему показал он его не включил сетяру и еще таким сотни как ты показал его не включили в итоге сетяру видео маленький и в итоге она просто перестает показываться и все у тебя видос глохнет и не рекомендуется больше вот и все бля вот и хуй знает типа ну я маме по любому же я должен маме я тес не на маме скинет то что там 10 человеком пока ничего не изменится вот но типа но так лучше просто ты особо не продвинешь ничего этим самым я спутя было в инсте 500 тысяч подписчиков которые чисто на твоей личности завязаны тогда из них бы допустим там 50 тысяч посмотрела бы видос это был хороший смысл а вот так вот просто не туда не сюда вообще заветы от профессионального ютубера хотите такой же трафик как у меня это за сильно прислушиваете я просто все смотрел ну на каналах которые рассказывают про продвижение тоже типа мало не мобави блог канал там то есть чувак он продюсер он продюсирует но всяких крупных блогеров даже известных и то есть он как типа профессионал в продвижении контента на ютубе то есть это вот то что я сказал я от него слышал ему нет смысл не доверять это не я сам такой сидел и придумал как бы информация можно сказать официальная проезжаем какие-то рисовые террасы на которые очень любят смотреть всякие люди не могли не остановиться и подснять это все блин что я чё-то подорос заняться своей шерсти здесь как-то не очень комфортно с волосами на груди гонять пути мы уже больше двух часов скоро приедем мы на самом деле поднимаемся на какую-то возвышенность потом я так понимаю будет резкий спуск к морю ну точнее к океану виды очень красивые дорога очень интересно и ехать на самом деле ну составляет удовольствие тем более под классную музыку еду слушаю рок и в принципе кайфую настроение у меня сегодня неплохое надеюсь еще и как бы здесь еще и классно поплаваю будет вообще все супер наконец-то спустя часа три мы доехали здесь конечно не такой красивый пляж как голубой лагуня где мы были в прошлом влоге или позапрошлым уж не помню но зато я надеюсь здесь будет под водой больше всяких интересных штук которые можно поснимать нам сразу же начали предлагать вот эти вот лодки за 150 тысяч но это где-то чуть меньше двух тысяч рублей 750 рублей но как обычно вон я смотрю люди все сами нормально ныряют заплывают то что эти лодки уплывают не так то что далеко и до тут можно вполне вообще легко и без них доплыть соответственно я считаю что ну не обдираловка но это не что-то необходимое можно и так нормально поснимать поплавать и все так и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Один разок можно здесь побыть Так, ну вот мы поплавали, мы теперь снимаем все по очереди, потому что ее снимать одновременно это будет каша, просто не разговор с камерой Плавали, наверное, два часа где-то с маской, я доплыл до какого-то флажка, который очень далеко находится Макс со мной плыть не стал, потому что типа опасно и все такое Я хотел, ну засал, да И я хотел найти там такой один маленький, там какое-то маленькое строение есть под водой Но из-за того, что я очень долго сплыл до этого флажка, я нашел там маленькие детали, которые тоже часто, ну, бывают на фотках, вот в гугле Я их подснял, но дальше искать замок я что-то, да, испугался, вот он так вот должен выглядеть Не замок, я не знаю, что это конкретно Вот, потому что плыл в одну сторону я, наверное, минут 15, мне кажется То есть минут 15 я просто по прямой в море плыл один Нет, наверное, побольше Больше 15 минут Вот я все, вот кто-то преувеличивает, я все время преуменьшаю Минут 20 я, короче, плыл в одну сторону Минут 20, да, я плыл просто по прямой в море И, ну, как бы мысли были разные Вдруг сейчас что-то пойдет не так Там, я не знаю, течение изменится меня унесет Но в итоге все нормально, да, там либо рыба какая-нибудь, не знаю, познакомиться со мной захочет И я в итоге там чуть-чуть Рыбу у тебя еще не было, да? Ну да, чуть-чуть поплавал и развернулся, поплыл обратно На самом деле обратно было плыть даже легче, потому что, ну, прибой Во-первых, прибой, во-вторых, ну, у меня были такие небольшие мысли о том, что мне может сил не хватить Но я потом думаю, почему мне их не хватит, я как бы сейчас не запыханный, скорее всего, ну, все должно быть норм Просто могла такая небольшая паника наступить, главное ее сразу пресекать в самом начале И не поддаваться вот этим негативам всем, тогда все будет нормально Короче, заказали покушать Вам уже, наверное, надоело, что я постоянно показываю, что я ем Но вы должны знать, как питаются чемпионы, поэтому смотрите Короче, вот уровень доверия людей, точнее продавцов в Бали Я пришел, просто какой-то вот первопопавшийся магазинчик Здесь нет, ну, здесь спит, короче, продавец Мне его приходится вот будить, чтобы оплатить товар По факту я просто мог что-то взять и уйти Ну, то есть, понимаете, да, все, забирай и уходи Вообще все, ну, мы, естественно, оплатим Hello? Excuse me? Excuse me? Can I buy? Yes? Вот, вот я их разбудил Как выглядит прием пищи за 350 рублей в... Блин, башка не варит В Индонезии, точнее, на Бали Ну, на самом деле, можно наедться, вот прям после тренировки Мне очень хорошо залетает И есть я потом не хочу, часов до 10 вечера вообще 10 вечера я, как обычно, ем дичь из какой-нибудь, все такое Всем привет, ребят Сегодня у меня день рождения Между прочим, можете меня поздравить в комментариях Отмечать я его начал, ну, как вы видите, в спортивном зале Ну, не то, что отмечать, просто мой день начался с работы Там подстрек человек, потом пришел сюда Вот занимаюсь, скачаю ноги, плечи, бицепс и трицепс сегодня Может быть, немножко подсниму что-то из своей тренировки Вставлю в видео А потом, не знаю, что буду делать Пойду поем И, в принципе, на вечер, пока планов никаких нет Кстати, это мой первый день рождения, который я отмечаю не в России Не просто не в России, а еще и на Бали Да еще и с таким прекрасным видом Главное, не навернуться, как говорится Так что, на самом деле, хотелось бы как-то его разнообразить Но пока еще не придумал, как Может быть, я, в принципе, ничего не буду нового делать Просто позанимаюсь, потом пойду, как обычно, покатаюсь на скейте Возможно, вечером еще встречусь с Максом Потому что так произошло, что у него тоже со мной день рождения в один день 29 марта Вот Может быть, с ним что-то придумаем Я не знаю, просто как у него есть вообще какие-то идеи Хочет он что-то делать или нет Вот Ну и у меня тоже пока никаких идей нет Так, ну что, я опять съездил в магазин Не могу вернуться домой, потому что здесь снова какие-то праздники отмечаются Меня не пускают, потому что там тащат какой-то стул Не знаю, что это такое, в честь чего У меня сейчас просто клиент Через где-то, наверное, 40 минут Мне надо еще успеть кашу приготовить Поесть Как-то приготовить рабочее место И вот опять именно на моей улице, где мой отель Какие-то движухи, я не могу проехать Я, конечно, все понимаю, но, блин Хотя бы Как-то нужно, я не знаю Какую-то дорожку хотя бы, знаете Отделили бы для людей, чтобы они могли к месту жительства поехать Короче, Макс уезжает в Таиланд Я тут вообще остаюсь совсем один В итоге он мне, как главному бомжу, оставляет коврик, весы и много всяких других вещей Перенимаю у него, как у Жора в свое время и буду вот пользоваться Такая вот поддержка бездомных россиян От россиян россиян Ну да Кстати, можете заценить, вот в каком они жили номере Очень такой интересный Раз комната Два комната О, кстати, про рекламу мой влог у себя А, да Ссылка будет на YouTube канал Макс Он тоже снимает влоги про свои путешествия Вот у него уже очень много смонтировано видосов с Бали Выложил он пока только два Он будет выкладывать Да, получается в неделю по два видоса Обязательно на него подписывайтесь Очень интересно Он прям старается, смонтирует Наверное, в десять раз больше, чем я Так что всем советую Вот еще он мне оставил, получается, кроссовки Adidas Но минус в том, что у меня ноги 44-го размера А у Макса 42-го Я как бы, блин Я как волк, азну, погоди Просто буду Так что фиг его знает Hello, guys Вот и начался новый день Я уже подстриг одного человека Сейчас поем и пойду заниматься в тренажерный зал Либо пойду сначала покатаюсь на скейте А потом пойду заниматься тренажерный зал Оказывается, у меня скейт-парк находится в 100 метрах от моего геста И довольно-таки неплохой Я о нем узнал только неделю назад Это просто удивительно То есть я могу в любой момент выйти Пройти пешком и покататься на скейте В нормальном парке Это просто удивительно Завтракаем мы сегодня Не как обычно Это, угадайте, что это? Неправильно Это не каша И даже не яйца Это вот что Это, короче, рисовая лапша С шампиньонами Рыбой какой-то Если я не ошибаюсь Это, по-моему, тунец И творожным сыром Так что мы сегодня прям Очень кошерно будем завтракать Надеюсь, мне сегодня не будет лень снимать Потому что что-то вроде такое настроение Подходящее для съемок Хочется что-нибудь заснять Возможно, даже сегодня вечером смонтирую Если произойдет чудо И выложу на канал И сегодня, ближе к ночи Может быть, выйдет это видео Которое будет состоять Из нескольких насыщенных дней Постараюсь выбрать все самое интересное Самое лучшее Поменьше воды И побольше динамики Ну, короче, посмотрим Скорее всего, этот разговор вырежу Если я хочу поменьше воды И побольше динамики Так что фиг узнает Кстати, мне от Макса достались весы Точнее, Джоры Но потом они перешли Максу И теперь они у меня И мы с вами можем узнать, сколько я вешу 83 килограмма На самом деле, это, блин, довольно мало для меня Я, в принципе, к этому и стремился Поэтому это хорошо Вообще, мой самый маленький вес После армии был 79 килограмм Когда я прям вообще ел супер-супер мало Я только начинал работать в барбершопе Только там закончил обучение Вышел на, ну, короче, на полную ставку Короче, бабок было вообще мало Я ел только с утра дома, завтракал И после барбершопа приезжал, ужинал Все, в принципе, больше Я мог какой-нибудь сникер съесть И вот тогда я весил 79 килограмм Сейчас 83 В Днестре Возможно, скоро побьем рекорд Блин, я, походу, на большой зум снимал, да? Но я думаю, это нормально все равно Вот, если кому интересно Можно сказать, нежирный сейчас уже Еще чуть-чуть И будет, в принципе, то, что я хочу Я с ним буду срываться Если не буду очень часто срываться Есть всякие чипсы, как вчера Вчера мы провожали Макса Решили взять с ним по бутылочке пива Ну, и, соответственно, под пиво взяли чипсы И вот у меня вчера был такой читмил Я, то есть, съел пачку орео, чипсы Попил пиво В принципе, такие дни у меня бывают сейчас супер редко Может быть, один или два дня в неделю Все остальное время я ем Ну, такую самую простую пищу Типа каши Вот, макароны, как сейчас сварил Макароны сто лет на самом деле не ел В основном ем кашу Шаурму, газлему и яичницу Все, вот это вот мой рацион питания На каждый день На протяжении уже долгого времени Целая тарелка кайфа Кстати, тунец с рисовой лапшой Довольно неплохое сочетание Можете брать на вооружение Ну, вот так выглядит скейт-парк А точнее, пул, который находится В 100 метрах от моего дома Вот тут такие пацаны, да, жизнерадостные Очень добрые Полностью бетонный пул Хорошее покрытие, нормальное Вот прям все как в видосах Американских Такое, знаете, типа секрет-спот Вот реально, две минуты пешком от моего отеля Сейчас раскатаюсь, немножко подсниму Короче, как я здесь развлекаюсь Будущее про скейтеры Как я уже говорил Здесь очень высокий уровень скейтборлинга Пацаны в их возрасте Ну, многие Катаются уже очень жестко Потому что тренируются с тренерами Теперь надо точно это делать В общем, так и проходят мои тренировки По скейтбордингу Практически каждый день Прошло 20 минут Я уже мокрый, как вы видите Спустя пару часов бываю Обычно вообще насквозь Вот на данный момент я катаюсь Где-то уже минут 45 Можете пронаблюдать, как я выгляжу Кстати, да, купил защиту Я, может быть, уже об этом рассказывал Как мне здесь в ней спокойнее кататься А использую шлем для скутера Вот, если что-то совсем новое для себя Хочу попробовать Чтобы, ну, поувереннее себя чувствовать Так что такие дела Офигенное кардио Так что если вам лень бегать Вы там хотите похудеть Вам не хватает активности Смело можете покупать себе скейтборд За счет того, что вы, ну, не просто двигаетесь А двигаетесь с кайфом То есть получаете удовольствие от процесса Ну, допустим, мне бегать не нравится Я когда бегу Я в свое время когда бегал Точнее, я считал прям Ну, время, пока это все закончится На скейте я катаюсь Не замечаю, как летит время И теряю калории Так что можете брать на заметку Этот прием Тоже начинать кататься на скейте Может быть, если у нас в СНГ Начнет больше народу кататься У нас начнут больше строить скейтпарков Потому что, как видите, я в Индонезии Да, это далеко не самая богатая страна Но конкретно вот на Бали Скейтпарков высокого уровня Намного больше, чем, допустим, в моем городе В моем городе только один скейтпарк Вот второй там еще какое-то бетонное сооружение Типа построили для досок и роликов Ну, это даже скейтпарком не назовешь То есть на город на 650 тысяч человек Если я не ошибаюсь Один нормальный скейтпарк Здесь в Бали Как минимум хороших скейтпарков Наверное, штук пять И еще локальных спотов О которых не все знают Еще их дофигища Так что, поэтому дети здесь очень круто двигаются В своем возрасте катаются Ну, очень на высоком уровне И, скорее всего, многие из них Это будущие профессионалы В которых будет новая жизнь Та, которая им нравится Они будут заниматься И зарабатывать любимым делом Это круто Так, ну, как вы понимаете По скейтбордингу Очень хорошо заходит качалка Поэтому я здесь Качаем сегодня ноги, плечи, бицепсы, трицепс Может быть, что-то сниму Хотя в этом влоге уже, наверное, Один или два раза мелькала качалка Так что фиг узнает Качалка 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому